Всем здравствуйте, друзья! Мы подготовили новый авторский рассказ. Приятного прослушивания! Тамара Николаевна переходила дорогу. В руках она держала бидон и авоську. Женщина щурила глаза, глядываясь вперед. Она надеялась, что сегодня придет первой, однако, приглядевшись, Тамара Николаевна выразила недовольство, отсокая языком. — Снова пришла раньше меня! — пробурчала она. Через несколько минут она добралась до нужного места, где уже собралась небольшая толпа. Галина, торжествуя, взглянула на Тамару Николаевну, сыру не заметила. — А почему это ты сегодня не первая? Тамара, с презрением взглянув на соседку, ответила. — Сегодня я никуда и не спешила, так что не ехидничай. Галина злорадно улыбнулась и сказала. — Тогда не удивляйся, если сегодня тебе ничего не достанется. — Ты за меня не переживай, Галина, у меня и так все есть. Тамара Николаевна отвернулась, чтобы больше не общаться с неприятной соседкой. Внезапно послышался какой-то звук, и люди обернулись в сторону дома. К ним направлялся пожилой мужчина, Владимир Тимофеевич. Это его все ждали. Старик всегда вручал жителей деревни. Галина притворно заулыбалась и произнесла. — Владимир Тимофеевич, здравствуйте! Как ваша здоровьица? Николай Петрович ничего ей не ответил. Он хмуро посмотрел на присутствующих и молча открыл калитку, пропуская всех. Галина, будучи первой в очереди, рассчитывала выбрать самое лучшее место. В последнее вошла Тамара Николаевна. Подойдя к мужчине, она сказала. — Здравствуйте, Тимофеевич. Сережка был у тебя сегодня? Пожилой мужчина кивнул. Тамара вздохнула и продолжила. — Хорошо. Он пришел раньше, чем обычно. Я его спросила, был ли он у тебя вообще? А он говорит, что ты его пораньше отпустил, а у самого глаза хитрые. Я подумала, что он вообще не был у тебя. Ты будь с ним построже. Пусть лучше больше работает и меньше тратит время на глупости, а то бегает на свидание к этой Светке. Владимир внимательно смотрел на Тамару Николаевну. Сергей сегодня усердно работал. Он объяснил Владимиру Тимофеевичу, что хотел бы сходить на свидание, поэтому мужчина отпустил парня пораньше. А как Сергей все объяснил матери, его абсолютно не интересовало. Парень хорошо сделал свою работу и имел право на отдых. Внезапно раздался шум. Тамара Николаевна и Владимир Тимофеевич взглянули в сторону дома и увидели недовольную Галину, размахивающую руками и отталкивающую Раису. — Я же тебе сказала, что первая сюда пришла. — Не лезь вперед меня. Сначала я, затем Василий, а затем уже ты! — орала женщина. — Ты чего кричишь? Выбирай молча и ко мне не лезь. Мы что здесь будем стоять до вечера, пока ты будешь все рассматривать? — ответила Раиса, отталкивая Галину. Владимир Тимофеевич, разозлившись, направился к ним. Когда он подошел, обе женщины замолкли. Галина быстро начала собирать продукты со стола, а Раиса отошла в сторону. — Извините нас, Владимир Тимофеевич, видимо, нам голову напекло на солнце, — извинилась Галина. — Я возьму две куриные тушки, килограмм фарша, два килограмма огурцов и три десятка яиц. Посчитайте мне, сколько за все вышло. Владимир Тимофеевич открыл свой блокнот, что-то написал и вырвал листок, отдав его Галине. Женщина взглянула на него, кивнула и вытащила кошелек. Она считала деньги и отдала их пожилому мужчине. Затем она аккуратно уложила продукты в корзинки и попрощалась с Владимиром Тимофеевичем. Проходя мимо Тамары Николаевны, Галина шепнула. — А ты зря бидон принесла. — Молока сегодня нет. Как жаль. Но она, конечно же, ничуть не сожалела. Галина обрадовалась, что Тамара уйдет, не получив то, что ей было нужно. К столу подошел Василий и начал перечислять нужные продукты. Владимир Тимофеевич сделал запись в блокноте, оторвал лист и передал его Василию. Тот расплатился, собрал продукты и ушел. Теперь пришла очередь Тамары Николаевны. Василий Тимофеевич направился к небольшому строению, стоявшему неподалеку. Через пару минут он вышел, неся железный бидон. Тамара Николаевна улыбнулась. Подойдя к ней, Василий Тимофеевич протянул бидончик. Женщина благодарно улыбнулась и отдала ему бидон, который принесла с собой. — Большое спасибо, Тимофеевич, за заботу обо мне. — Не представляю даже, как тебя благодарить, — сказала Тамара Николаевна. Мужчина только махнул рукой. Женщина купила еще две тушки курицы, попрощалась с Владимиром Тимофеевичем и направилась домой. По дороге она улыбалась, ожидая встречи с новорожденным внуком. У дочери Тамары Николаевны молоко пропало, и малышу нечем было питаться. Женщина покупала молоко у разных жителей деревни, но только молоко от коровки Владимира Тимофеевича не вызывало у ребенка аллергии. Малыш с удовольствием его кушал. Владимир Тимофеевич, зная о внуке Тамары Николаевны, всегда держал для нее бидончик молока. Мужчина приехал в село в 22 года вместе со своей женой Надеждой Ивановной. Субруги переехали из города. Местные жители считали, что они не задержатся надолго в селе. Однако все сложилось совершенно по-другому. Владимир и Надежда построили большой дом и завели коров, свиней, кур, индюшек, а также посадили огород. Супруги постепенно начали продавать молочную продукцию, мясо, яйца, фрукты и овощи со своего участка. Все это было настолько вкусным, что вскоре все сельские жители стали постоянными клиентами этой семейной пары. Практически у всех было свое хозяйство, но все равно многие стремились купить что-то у Владимира и Надежды, хотя бы иногда. Детей у супругов не было. Многие пытались узнать, почему Надежда Ивановна не рожает ребенка, но женщина никогда не делилась этой историей. Со временем сельские жители привыкли, что Владимир и Надежда живут вдвоем. Супруги были доброжелательными людьми, с ними можно было и поговорить на серьезные темы и посмеяться. Им были рады в каждом доме, а Надежда Ивановна любила приглашать гостей. На каждый праздник она накрывала стол, и каждый человек, который заходил в гости к супругам, был желанным гостем. В их доме всегда звучал смех и песни. Однако все изменилось 13 лет назад, когда внезапно ушла из жизни Надежда Ивановна. У женщины случился сердечный приступ. После ее смерти многие утверждали, что причиной этого стали переживания из-за того, что у нее не было детей. Несмотря на то, что Надежда Ивановна никогда не показывала своих чувств, сельские женщины были уверены, что она считала себя неполноценной, потому что не могла стать матерью. Уход супруги оказал тяжелое влияние на Владимира Тимофеевича. Он перестал общаться с окружающими и несколько месяцев почти никуда не выходил. Соседи решили, что мужчина пытается справиться с горем таким образом. Никто не трогал его. Жители села видели, что Владимир Тимофеевич занимается огородом и хозяйством, однако мужчина больше ни с кем не разговаривал. Многие думали, что Владимир Тимофеевич зачахнет от тоски и что в скором времени уйдет вслед за Надеждой Ивановной. Однако произошло нечто неожиданное. Через четыре месяца Владимир Тимофеевич вновь стал выставлять продукты питания на продажу, размещая их на большом столе. Только теперь рядом с ним не было супруги. Возле каждого товара лежал листок с его стоимостью. Сельские жители снова стали покупать продукты, радуясь тому, что Владимир Тимофеевич вернулся к нормальной жизни. Однако они с удивлением заметили, что он больше не общается с ними. Когда его кто-то о чем-то спрашивал, мужчина молча смотрел на человека. Люди подумали, что он потерял рассудок, но вскоре поняли, что у Владимира Тимофеевича с головой все в порядке, просто он больше не говорил ни слова. Тогда жители села решили, что он онемел от горя. По селу начали гулять легенды о Владимире Тимофеевиче и его возлюбленной Надежде Ивановне. Вечерами женщины сидели на лавочках, рассказывая друг другу истории о Владимире Надежде. Вначале жители села не знали, как покупать товары у молчаливого мужчины, но затем все привыкли, что Владимир Тимофеевич писал на листочке сумму, которую требовалось заплатить. Это оказалось даже быстрее, не нужно было тратить время на бессмысленные разговоры. Люди приходили, приветствовали Владимира Тимофеевича, покупали нужные товары, благодарили его, прощались и уходили. Идеальный вариант для тех, кто ценит свое время и не желает тратить его понапрасну. После смерти супруги мужчина продолжал держать скот, заниматься огородом, продавать продукты и молчать. Даже сыр и творог появились в его ассортименте. Никто не знал, как он все успевал. Сплетницу утверждали, что Надежда Ивановна подарила ему бессмертие, и теперь он перестал спать и работает 24 часа в сутки. Но это были просто выдумки глупых женщин. Около полутора лет назад Тамара Николаевна предложила ему помощника по хозяйству, своего сына Сережу. Владимир Тимофеевич, не задумываясь, согласился. Он просто кинул Тамаре Николаевне. Сергей не боялся работы, он понимал Владимира Тимофеевича даже без слов. Несколько знаков от пожилого мужчины, и Сережа сразу понимал, что нужно делать. Николай Петрович довольно кивал, не выражая своего удовлетворения, но парень чувствовал это. Владимир Тимофеевич был доволен работой Сергея, хотя свою радость он не выражал явно. Тем не менее, парень это чувствовал. А теперь это ощущала и Тамара Николаевна. Владимир Тимофеевич оставлял для внука женщины молоко, и она ему была за это очень благодарна. Так мужчина и жил, ни с кем не общаясь. Его односельчане были убеждены, что его молчание – это выражение скорби по поводу ухода своей любимой супруги. Анна смотрела через забор на дом, в котором она будет жить вместе с детьми. «Мама, а ты уверена, это на самом деле наш новый дом?» – спросила Катя. Анна перевела взгляд на дочку и вновь посмотрела на дом. «Да, Катя, это наше новое жилье», – неуверенно ответила женщина. «А что тебя смущает? Я считаю, что лучше жить в этом доме, чем в городе со злым папой». «Ваня, перестань, я тебе много раз просила не говорить подобных вещей», – с укоризненным выражением лица сказала Анна. Ваня недовольно взглянул на мать, а затем снова перевел взгляд на дом. Анна тяжело вздохнула. Посмотрев на своих детей, она постаралась их подбодрить. «Не унывайте. Все не так плохо. Нам ведь очень повезло. Если бы мы остались в городе, неизвестно, чем бы все закончилось. Я же не могла устроиться на работу ни в одну школу. Зарплата здесь у меня будет побольше, и жилье нам дали. Но ведь не по карману снимать квартиру в городе, а в селе коммунальные платежи ниже. Можно даже завести скотину. Здесь нам будет лучше, чем в городе. Я все узнала. Здесь есть большое озеро и школа отличная», – сказала Анна. Катя улыбалась, но Ваня не был так оптимистичен. Он стоял с недовольным видом. Но что ему оставалось делать? Не оставаться же с отцом. «Мне не нравится в этом селе», – сказал Ваня. «Здесь наверняка нет интернета». Анна вздохнула, осознавая, что нужно привыкнуть к новой ситуации. Это необходимо не только ей, но и детям. Этот переезд требует от нее всей силы воли. Она понимала, что ей нельзя показывать свою слабость. Дети сразу это почувствуют, а ей следует дать им пример. «Ваня, я думаю, что интернет здесь есть. Успокойся. Конечно, в городе больше комфорта, но оставаться там мы больше не могли. Мне не хотелось ждать, пока он возьмется из-за вас. Вы ведь прекрасно все понимаете». Ваня нахмурился, вспомнив, как папа поднимал руку на маму. Он осознал, что мать была права, когда ушла от отца. Дети давно замечали агрессию папы. С Ваней в классе учился мальчик, на которого поднимал руку отец. Их семья оказалась благополучной, никто не догадывался, что у них есть такие проблемы. Ваня дружил с этим мальчиком, и тот ему все рассказал. Ване не хотелось, чтобы в его семье повторилась та же ситуация, а это могло произойти, если бы они остались с папой. «Мамочка, я хочу жить с тобой в этом селе», сказала Катя. Она улыбнулась и обняла дочку и сына. «Ну и прекрасно, никто нас больше не обидит. Давайте осмотрим наш новый дом. Скоро должна подъехать машина и привезти наши вещи. А мы пока осмотримся. Пойдем дальше». Ваня и Катя кивнули в знак согласия. Анна вошла во двор, за ней поспешили дети. Женщина не заметила, что за ними внимательно наблюдал Владимир Тимофеевич. Слухи о переезде новой учительницы начальных классов в деревню дошли и до пожилого мужчины. В местной школе уже больше года не могли найти учителя начальных классов. Учительнице Ирине Юрьевне приходилось нелегко, она вела уроки сразу в двух классах. Владимир Тимофеевич недовольно смотрел на женщину. Выделенный для новой учительницы дом оказался прямо по соседству с ним. Ситуация не радовала старика, привыкшего к тому, что никто рядом с ним не живет. Он опасался, что шумные дети будут мешать ему. Постояв еще немного, Владимир Тимофеевич пошел в дом. На следующий день Анна вместе с детьми разбирала вещи. Дом оказался довольно хорошим, со старой, но крепкой мебелью. Дети выбрали семьи комнаты и приступили к их обустройству. Анна трудилась весь воскресный день, расставляя вещи и стараясь не унывать. В понедельник она направилась в школу. Был конец лета, женщине предстояло обсудить все с директором и познакомиться с коллегами. Скоро она должна была организовать родительское собрание, узнать все о своем классе, запомнить имена учеников. Первое впечатление от встречи с директором школы у Анны было неоднозначным, но она надеялась, что сегодняшняя встреча все прояснит и директор окажется хорошим человеком. После разговора с директором Анна встретилась с учительницей начальных классов. Эта женщина произвела на нее приятное впечатление. «Как хорошо, что вы к нам приехали. Мы так долго искали учительницу начальных классов и не могли найти. Я жутко устала. Так сложно вести уроки у двух классов. Один класс учится во вторую смену. Это было так неудобно, как для меня, так и для их родителей. Теперь дети будут учиться в первую смену, а мне придется работать целый день. Меня зовут Ирина Юрьевна. Можете звать меня Ира. «Приятно познакомиться, Ира. Меня зовут Анна Викторовна. Мы с вами ровесницы. Может быть, перейдем на «ты»?» с улыбкой предложила Анна. «Да, конечно», — ответила Ирина и пожала ей руку. «Можешь звать меня Аня». Женщина была уверена, что они с Ириной подружатся. Вернувшись домой, Анна приготовила обед на скорую руку и накормила Ваню и Катю. По обедам дети разошлись по своим комнатам, а Анна вышла во двор с чашкой чая. Женщина с удовольствием вдыхала свежий сельский воздух. Как же здесь было хорошо и спокойно, не то что в городе. Да, там бурлит жизнь, много возможностей и комфорт, но там и бесконечная спешка, шум, загрязненный воздух и боль. Там она чуть не впала в депрессию, и виной этому был ее супруг Андрей. Он не давал ей нормально жить. Последнее время его все раздражало. Она понимала, что у мужа возникли какие-то проблемы, однако Андрей ничего ей не рассказывал, а просто срывал на жене все свое раздражение. Она не могла больше этого терпеть. Неизвестно, что бы произошло, если бы женщина не решилась уйти от мужа. Она сидела на скамеечке с чашкой чая в руке. Ей стало очень тоскливо. Женщина не смогла сдержаться и заплакала. Слезы падали в чай. Ее размеренная жизнь так резко изменилась. Она любила Андрея, но больше не могла жить с ним. Он перешел все границы, и женщина не хотела травмировать Ваню и Катю, ведь они видели нездоровую обстановку в семье. «Почему все это со мной произошло?» – спросила вслуханна. Вдруг она услышала какой-то звук. Женщина вздрогнула, одлинулась по сторонам. Она увидела, что за забором стоит пожилой седой мужчина. В его руке была длинная палка. Она поняла, чем он занимается. Возле забора росла груша, и мужчина использовал палку, чтобы сбить плоды. Женщина думала, что седой мужчина продолжит свою работу, но он внимательно на нее смотрел. Тут Танас похватилась, что ведет себя невоспитанно. Ей следует привыкнуть, что у нее есть соседи. Теперь ей нужно соблюдать здешние традиции. Анна знала, что сельские жители должны здороваться и уважать друг друга. Анна решила, что ей нужно познакомиться с этим пожилым мужчиной. Она рукой вытерла глаза, поставила чашку на скамейку и подошла к старику. Женщина с улыбкой сказала, «Добрый день, я ваша новая соседка, меня зовут Анна». Женщина ждала, что пожилой мужчина тоже с ней поздоровается и скажет, как его зовут. Затем они скажут друг другу несколько общих фраз и разойдутся по домам. Но старик все так же внимательно смотрел на Анну и не говорил ни слова. Более того, он вел себя так, как будто и вовсе ее не слышал. Женщина повторила, «Меня зовут Анна Викторовна, я учительница начальных классов, теперь мы с вами соседи, как ваше имя?» Однако старик вновь ничего не ответил. Анне пришла в голову мысль, что у пожилого мужчины, видимо, не все в порядке с головой. Однако в этот момент женщина увидела, что старик ей кивнул. Анна сразу сообразила, что таким образом он ее поприветствовал. Наверное, ему просто не хочется с ней разговаривать. «Ну что ж, видимо, этот мужчина нелюдимый, и если он не хочет говорить, как его зовут, это его дело. Главное, что она ему представилась». «Приятно было с вами познакомиться. Всего вам хорошего», сказала Анна. Женщина собиралась идти в дом, но услышала громкий звук. Это мужчина стучал по завору. Он показывал своей палкой на землю. Анна посмотрела вниз и увидела штук пятнадцать желтых груш. «Мне нужно собрать эти груши?» – спросила женщина. Старик кивнул в ответ и зачем через забор передал ей бидон. Анна взяла его, увидела, что в нем уже лежало несколько груш. Она опустилась на корточки и принялась собирать плоды. Спустя пару минут она закончила. Анна протянула бидон мужчине, но к ее изумлению он отказался его взять. Старик покачал головой, затем указал на нее пальцем, вызвав у Анны недоумение. В ответ на ее вопросительный взгляд мужчина вздохнул и нахмурил брови. Потом он указал на бидон с грушами и убедился, что Анна проследила за его взглядом. Он снова указал пальцем в сторону женщины, и она поняла, что он предлагает ей взять плоды. «Вы угощаете меня грушами?» – удивленно спросила Анна. Старик кивнул. «Благодарю вас. У меня есть дети – Ваня и Катя. Они обожают груши, особенно домашние. Может быть, я вам заплачу за них?» – предложила женщина. Мужчина отказался от денег, показав жестом, что они ему не нужны. Тогда Анна взяла бидон и произнесла с благодарностью. «Завтра я испеку пирожки и угощу вас». Старик стоял неподвижно, и Анна подумала, что, возможно, он слышал, как она плакала. Ей стало неловко, и она произнесла. «Вы, наверное, видели, что я плакала, просто не знала, что вы были рядом. У меня непростая жизненная ситуация, я немного размякла. Но я знаю, все наладится. Вокруг меня такие прекрасные люди. В школе коллеги приняли меня тепло, и у меня такой хороший сосед. Спасибо, что подняли мне настроение. Завтра я угощу вас пирожками. Отказ не принимается. Свидание. Я пойду». Анна улыбнулась и направилась к дому, прижимая груди бетон с грушами. Владимир Тимофеевич задумчиво смотрел ей вслед. Изначально он вовсе не собирался угощать женщину грушами. У него были другие мысли. Он слышал, что у соседки есть дети. Мужчина подумал, что они могут воровать груши, поэтому он заблаговременно начал снимать плоды света. Однако он услышал, как женщина плачет. Ему стало ее жалко. Владимир Тимофеевич задумался, что могло произойти с этой женщиной, ведь она так безутешно плачет. Приехала она с детьми, без мужа. Возможно, она в разводе. Может быть, ее супруг умер или произошло что-то еще. Не желая больше думать об этом, Владимир Тимофеевич тряхнул головой и пошел домой. Она пообещала угостить его завтра пирожками, и теперь он даже ждал их следующую встречу, потому что ему вдруг захотелось попробовать ее выпечку. На следующий день Анна принесла ему пустой бидон и вкуснейшие пирожки с грушами. Мужчина давно не ел домашнюю выпечку, и пирожки показались ему просто восхитительными. На следующий день он принес Анне яблоки. Женщина попыталась заплатить за них, но мужчина снова отказался. Так началось их общение. Владимир Тимофеевич что-то давал Анне со своего участка, а она угощала его чем-нибудь. Однажды мужчина пригласил ее на чай. Владимир Тимофеевич молчал, но Анна неустанно болтала. Она поведала ему, что ушла от своего супруга, хотя он обеспеченный человек. Раньше все было хорошо, но в последнее время мужчина сильно изменился, жить ним стало просто невозможно. Многие считали, что Анна поступила глупо и ей нужно было потерпеть, ведь Андрей был богатым человеком и дети в ничем не знали нужды, но женщина думала по-другому. Анна считала, что самое главное это взаимопонимание между супругами и никакие деньги не стоят того, чтобы мучиться. Женщине было непросто, но она сделала свой выбор. Анна решила стать сельской учительницей. Владимир Тимофеевич слушал свою соседку, иногда он ей кивал, иногда качал головой, но ни разу не сказал ни одного слова. Анна поняла, что он немой. Анна абсолютно ничего не знала о нем, но по его глазам она видела, что это добрый человек, хотя мужчина часто хмурил брови. Когда Владимир Тимофеевич увидел, что Ваня и Катя ведут себя прилично и не шумят, он успокоился. Ему никто не мешал. Мужчина приобрел хорошую соседку, которая часто его угощала приготовленной едой. Владимир Тимофеевич приносил Анне фрукты, овощи, молоко, мясо, яйца, но он никогда не брал с нее денег. Сначала Анна стеснялась. Она старалась угостить мужчину чем-нибудь вкусным, и он никогда не отказывался. И женщина начала считать, что это взаимовыгодный обмен. Когда Анна в последний раз захотела оплатить кусочек сала, мужчина так недовольно на нее взглянул, что женщина поняла, и если она будет предлагать ему деньги, он перестанет ее угощать. Наступил сентябрь, и начался учебный год. Анна познакомилась со своими учениками, они ей понравились, и женщина с удовольствием приступила к работе. Новая подруга Анны, Ирина Юрьевна, не давала ей скучать. Она много рассказывала ей о сельских жителях, и через пару недель Анна заочно знала почти всех односельчан. Женщина расслабилась, ей нравилась жизнь в селе. Но однажды произошло событие, которое нарушило ее размеренный образ жизни. Муж Андрей не знал, куда Анна уехала с детьми. Женщина не сказала об этом никому из своих подруг и знакомых, чтобы кто-нибудь не приговорился о супругу. Но Андрей каким-то образом все-таки нашел ее. Когда в начале октября он приехал на своей машине, Анна испытала шок. Она была на улице, когда подъехала иномарка. Как только женщина увидела мужа, она очень испугалась. Андрей нахмурился, глядя на нее. Когда Анна увидела, с какой злобой он на нее смотрит, то поняла, что сейчас муж устроит скандал. Андрей подошел и сказал, «Ну что, я тебя нашел, любимая женушка. Ты думала, что сможешь от меня скрыться?» «Как бы не так. Я тебя найду где угодно. Я специально приехал для того, чтобы ты знала, что я тебя достану из-под земли». «Что тебе от меня надо?» — спросила Анна. «Что за дурацкий вопрос? Показала свой характер и хватит. Собирай вещи, и мы немедленно уедем. Ваня и Катя в доме или по селу шляются?» — строго спросил Андрей. Анна постаралась не показывать своего волнения. Она вздохнула и спокойно ответила мужу. «Мы никуда не собираемся уезжать. Мы сюда переехали жить. Я нашла работу, и ты не сможешь повлиять на мое решение». Сергей прищурился и во взгляд сулил неприятности. «Ты что, совсем страх потеряла?» — грозно спросил Андрей. «Ты здесь не хозяин. Я и только я решаю, оставаться нам или уезжать. Ты напрасно приехал. Уезжай. Тебе здесь не рады», — сказала уверенно Анна. Андрей пришел в ярость от такой наглости. Его жена никогда не позволяла себе так разговаривать с ним. Он шагнул вперед и жал кулаки, но вовремя осознал, что сейчас он не дома. Посмотрев вокруг и убедившись, что никто его не видит, он сделал еще один шаг. «Ты поступаешь неразумно, но я прощу тебя, если ты одумаешься и вернешься домой. Я еще раз тебя спрашиваю, ты поедешь со мной?» Анне было страшно, но она решила идти до конца. Андрей медленно приближался, но она не отступала. Женщина посмотрела мужу прямо в глаза и сказала, «Я больше к тебе не вернусь». Андрей покраснел от ярости и шумно задышал. Она почувствовала, что еле себя сдерживает. Она боялась, что он сейчас набросится на нее. Она думала, что он может накинуться на нее и начать избивать ногами, хотя он никогда так не поступал. Она на мгновение задержала дыхание, ожидая, что сейчас это произойдет. Однако ничего подобного не случилось. «Я готов был забыть все, что произошло, и если бы ты вернулась домой, я бы мог закрыть глаза на твое плохое поведение. Я предоставил тебе последний шанс, но ты им не воспользовалась. Я подожду, когда ты вернешься, но я еще хорошенько подумаю, поднимать тебя или нет. Тогда ты будешь жалеть, что не сделала этого сегодня». Выкрикнув эти слова, Андрей развернулся и быстро пошел к своему автомобилю. Анна удивленно смотрела ему вслед. Женщина думала, что и отказ выведет мужа из себя. Глядя, как он уезжает, она облегченно вздохнула. Невероятно, она смогла защитить себя. Анна наконец-то почувствовала себя самостоятельной личностью, не зависящей ни от кого. Андрей уехал, и когда вернулись дети, Анна ничего им не сказала. Женщина не хотела говорить, что приезжал их папа. Дети были счастливы, они нашли новых друзей, радовались и жили полной жизнью. Внезапное появление отца могло бы нарушить эту идиллию. Анна не желала разрушить тот мир, который ей с трудом удалось создать. Пусть лучше дети ни о чем не знают. Пусть думает, что он не в курсе, где они живут. Женщина не хотела, чтобы Катя снова видела кошмары, чтобы Ваня вновь стал озлобленным. Тогда Анна верила, что все беды остались позади. Она думала, что когда она отказалась уезжать в город, Андрей понял, что между ними все кончено, что она больше не позволит над собой издеваться. Анна не могла предположить, что приезд Андрея – это начало еще одной черной полосы. Через неделю после встречи с мужем Анна с детьми пошла в лес за грибами. Женщине хотелось прогуляться и подышать лесным воздухом. Анна и дети отсутствовали три часа. Когда они пришли обратно в село, их ожидала страшная весть. Анна и дети шли по соседней улице, когда увидели бегущую к ним навстречу Ирину. Учительница что-то кричала, однако Анна не могла разобрать, что. Когда Ирина подбежала ближе, Анна услышала ужасное известие. «Аня, произошло несчастье! Загорелся ваш дом! Это какой-то ужас! Пожар не могут остановить уже два часа! Где же вы были? Все боялись, что вы находились в доме, когда начался пожар. Мы вызвали пожарных, но по дороге случилась авария. Они еще не приехали. Как хорошо, что вы живы!» Дом, в котором жила Анна, сгорел полностью. Пожар смогли погасить. Пламя не распространилось на другие дома, но от жилища женщины ничего не осталось. Анна смотрела на обгоревшие остатки дома и плакала. Ваня и Катя прижались друг к другу. Они были так шокированы произошедшим, что никто из них не заплакал. Люди не понимали, как это могло произойти. Односельчане суетились вокруг Анны, что-то ей говорили, но женщина не понимала ни слова. Она как завороженная смотрела на остатки дома и не могла сообразить, что же делать дальше. Некоторые люди стали предлагать свою помощь, однако Анна не говорила ни слова. Какая-то женщина обняла ее со словами утешения, но Анна стояла неподвижно. Кто-то из соседей принес одежду и продукты питания. Ирина Юрьевна не отходила от Анны и тоже пыталась утешить, как могла. «Аня, не переживай, пожалуйста, ведь самое главное, что никто не пострадал. Тебе обязательно предоставят новое жилье. Вы живы, а все остальное – это наживное дело. В нашем селе живут хорошие люди. Ты не одна. Все будут тебе помогать. Мы обязательно что-нибудь придумаем». Участливый голос Ирины вывел Анну из шока. Вдруг она задрожала. Внезапно ей стало очень холодно. Одна мнила Катю и Ваню. Женщина испуганно озиралась вокруг. Анна никого не узнавала. Ее глаза застилали слезы. Затем женщина взглянула на Ирину и тихо сказала. «С другим домом случится то же самое». «О чем ты говоришь?» – с недоумением спросила Ирина. «Следующий дом также сгорит. И это неминуемо», – сказала Анна. Ирина подумала, что у подруги помутился рассудок из-за несчастья. Она гладила Анну по плечам и говорила. «Успокойся, пожалуйста. Зачем ты это говоришь? Не настраивайся на плохое. Все будет в порядке. Но почему ты решила, что с другим домом случится то же самое?» «Я знаю, кто поджег мой дом. И этот человек сделает это вновь», – тихо сказала Анна. Ирина удивленно спросила. «И кто же это сделал?» Анна взглянула на Катю и Ваню и поцеловала их. Она отошла в сторону вместе с Ириной. Когда они отдалились на приличное расстояние, Анна рассказала подруге. «Поджог устроил Андрей. Мой муж. Может, и не сам, но я уверена, что это он все организовал. Он недавно приезжал ко мне и говорил, чтобы я вернулась в город. Но я отказалась. И он ответил, что я сама приползу к нему на коленях. Он мне сказал, что я еще буду жалеть о том, что я отказалась с ним ехать. Я знаю, что это сделал он. Он наверняка кого-то подговорил следить за нами. Ему было известно, что мы ушли». «Ира, понимаешь, это он меня так предупредил. Мне нужно будет сдаться. Что мне еще делать?» «Я опасаюсь за здоровье и жизнь Вани и Кати. Я и подумать не могла, что он может такое сделать. Я очень боюсь, что Андрей нанесет вред детям». Ирина испуганно смотрела на подругу. «Аня, ты упоминала, что у тебя проблемы с мужем, но я и подумать не могла, что все так серьезно. Я не могу поверить, что твой муж мог такое сотворить. Как же дети? Ведь они могли пострадать. Это невозможно!» Она грустно посмотрела на скоревший дом и сказала, «Ира, ты с ним просто незнакома, поэтому не веришь тому, о чем я говорю». Ирина не знала, что ответить подруге. Она вздохнула, немного помолчала и сказала, «Мы тебя не оставим в беде. Не переживай. Тебе не следует возвращаться к своему мужу. Я тебя не отпущу в город. Ты будешь жить здесь, учить детей. Мы обязательно что-нибудь придумаем и в обиду тебя не дадим». Ира, мой муж богатый человек, у него и связи. Он не позволит, чтобы кто-то встал на его дороге. Андрей будет пытаться вернуть меня во что бы то ни стало. Он не остановится, пока я к нему не вернусь. «Я не имею права подвергать вас опасности, а опасность обязательно будет. Если я останусь в селе, я должна уехать. Но у меня больше ничего нет, ни вещей, ни средств к существованию». «Перестань. Куда ты поедешь? Тебе же дети. Должно думать о них. Если ты останешься в селе, люди тебе помогут. Прошу тебя, не переживай. Все наладится». До самой ночи возле сгоревшего дома было многолюдно. Тот озвал Анну на к себе домой. Кто-то предлагал забрать детей. Но Ваня и Катя испуганно прижимались к матери. Они не соглашались ни с кем уходить. Владимир Тимофеевич стоял в сторонке и наблюдал за этой суетой. Когда случился пожар, его тоже не было дома. Мужчина пришел, когда дом уже пылал. Владимир Тимофеевич помогал тушить пламя. Он очень боялся, что Анна и дети находятся в доме. Мужчина понимал, что если это так, то они не смогут спастись. Пламя было очень сильное. Когда Владимир Тимофеевич увидел Анну и детей, он облегченно вздохнул. Мужчина видел, что односельчане суетятся возле Анны. Когда он подошел ближе, то услышал, что Ирина Юрьевна рассказывает людям о том, что пожар, скорее всего, устроил супруг Анны. Это известие быстро разнеслось по селу. Большинство людей осуждало поступок мужчины, но несколько человек заявили, что Анна навлекла на село беду. Мнения были разные, однако все равно односельчане пытались помочь женщине, чем могли. Вечером Владимир Тимофеевич осознал, что ему нужно проявить инициативу. Анна с детьми уже несколько часов стояли на улице. Никто даже не догадался принести им стулья. Люди тащили пакеты с какими-то вещами едой. Возле Анны образовалась небольшая горка из пакетов. Владимир Тимофеевич заметил, что женщина едва держится на ногах. Мужчина приблизился к ней и прикоснулся к ее плечу. Анна подняла глаза и увидела своего соседа. Она ощутила такое облегчение, как будто увидела родного человека. Их всех односельчан только к этому человеку женщина относилась как к своему родному. Владимир Тимофеевич молчал, но ей не нужны были слова. Мужчина смог своим взглядом показать сочувствие, поддержку. Анна все это чувствовала своим сердцем. Женщина доверяла этому человеку. «Ах, Владимир Тимофеевич, не так плохо!» Тихо сказала она и заплакала. В этот момент мужчина подошел к Анне и обнял ее. Женщина с благодарностью прижалась к нему и уткнулась лицом в его плечо. Некоторое время она плакала, а Владимир Тимофеевич нежно гладил ее по голове. Затем мужчина нахмурил брови и взял Анну за плечи. Он пальцем указал на нее, потом на Катю и Ваню, а потом на свой дом. Анна сразу поняла, что он имеет в виду. Женщина вытерла глаза и кивнула головой в знак согласия. Ирина все это видела. Учительница нахмурилась. Она не понимала, что происходит. Никто не понимал, как, но Анна без слов общалась с Владимиром Тимофеевичем. Ни один человек в селе не понимал немого мужчину, а у Анны это получалось. Рядом стоял Сергей, сын Тамары Николаевны. Владимир Тимофеевич сделал ему знак рукой. Парень подошел поближе. Немой старик показал ему пальцем на пакеты с едой и вещами. Сергей понял, что имеет в виду Владимир Тимофеевич. Парень кивнул ему в ответ и взял несколько пакетов. Мужчина тоже взял пакеты и они пошли к нему. Ирина сразу же подошла к Анне и спросила. Анна, что происходит? Почему не забрали пакеты? Это ведь тебе люди оказывают помощь. Я не понимаю. Как вы с ним друг друга понимаете? Анна пожала плечами. Я все понимаю. Владимир Тимофеевич предложил мне, чтобы мы временно пожили в его доме. Ира, я буду жить у него, пока все не наладится. Спасибо тебе и всем жителям села за помощь. Я даже не представляю, что бы я делала одна. Столько народа проявляет заботу о нас. Никогда мне не встречались такие отзывчивые люди. С этого момента Анна, Ваня и Катя стали жить у Владимира Тимофеевича. Рядом так и осталось пепелище. Дать Анне новый дом администрация пока не могла. Однако женщине сказали, что обязательно уладят этот вопрос. Анна через неделю пришла в себя. Во время отсутствия ее замещала Ирина Юрьевна. Как только Анна почувствовала себя лучше, она вновь вышла на работу. Но не все было гладко. По селу поползли слухи. Люди осуждали Анну Викторовну. Раньше они считали, что учительница подает хороший пример школьникам и другим жителям села. Однако теперь многие изменили свое мнение. Людей смущало, с какой легкостью она пошла жить пожилому мужчине. Почему она так поступила? Ведь даже не обдумала ничего, а сразу согласилась пойти к нему, хотя проживала в селе меньше трех месяцев. Как Анна Викторовна так быстро могла сблизиться с Владимиром Тимофеевичем? Над немым мужчиной тоже потешались. Когда односельчане покупали у него продукты, они перешептывали за его спиной. А если им на глаза попадалась Анна, то люди неодобрительно на нее смотрели. Учительница сразу поняла, что односельчане осуждают ее за переезд к Владимиру Тимофеевичу. Но куда ей было деваться? Никто не предлагал ей пожить в своем доме. Новый дом Анне не дали. Куда она могла пойти? Не оставаться же ей на улице с детьми. С того времени Анна старалась не встречаться с соседями. Когда односельчане приходили к Владимиру Тимофеевичу за продуктами, пожилой мужчина не обращал никакого внимания на косые взгляды людей. Не раз он слышал, как люди судачили за его спиной, что он якобы позарился на молодуху. Забыл, наверное, сколько ему лет. Вот и вся его любовь к Надежде Ивановне и его покойной супруге. Такой порядочный был мужчина и что стал вытворять, решил с молодкой спутаться. А эта Анна еще детей чему-то учит. Так быстро к пожилому мужчине перебралась, как будто этого и желала. Конечно же, Владимир Тимофеевич живет хорошо, все у него есть, а хитрая Анна Викторовна решила этим воспользоваться, еще и через постель. Я с самого начала поняла, что это продуманная баба. Городские все такие. Приехала, все разнюхала, да по-быстрому прибрала к рукам Тимофеевича, возмущенно говорила Галина. Многие люди с ней соглашались и подакивали. С каждым днем появлялись все новые сплетни. Каждый житель села считал нужным обсудить подробности личной жизни Анны Викторовны и Владимира Тимофеевича. Дошло до того, что один ученик из класса Анны перевелся в класс Ирины Юрьевны. Ирина понимала, что родители просто не хотели, чтобы их ребенка учила Анна, но она не стала говорить об этом приятельнице. Ирина, конечно, слышала все сплетни от насельчан, но она не верила в то, что сочиняли люди. Начались осенние каникулы. Анна отдыхала от школы. Она не дала своим ученикам задания на каникулы. Радостные дети веселились и отдыхали. Анна пыталась все хорошенько обдумать и принять решение, как ей жить дальше. В это время вновь приехал Андрей. Женщина в окно увидела, как подъехала его иномарка. Анна испуганно наблюдала, как ее супруг осматривает остатки сгоревшего дома. А затем она увидела, что Андрей с интересом смотрит на дом Владимира Тимофеевича. «Он узнал, что я живу в этом доме. Кто-то ему рассказал об этом», — шептала Анна в ужасе. Андрей немного постоял, посмотрел вокруг, а затем пошел к автомобилю. Анна так хотела, чтобы он поскорее уехал, но вдруг муж остановился. Он что-то увидел. Несколько секунд Анна поняла, что он заметил во дворе Катю. Андрей увидел, что его дочка находится на чужом участке. Анна заметила, что супруг ухмыльнулся и пошел к дому. «Нет, не приближайся», — прошептала Анна. Она сделала шаг в сторону двери, и в этот момент из комнаты вышел Владимир Тимофеевич. Он грозно покачал головой, и Анна поняла, что мужчина говорит ей оставаться в доме. «Муж не отстанет от меня. Я должна прогнать его прочь. Я должна что-то предпринять, чтобы он снова не причинил нам вред», — произнесла Анна. «Катюша, дорогая, позови маму», — крикнул Андрей. Катя увидела папу и испуганно отступила назад. Она молчала. Андрей закричал громче. «Аня, сейчас же выходи. Нам нужно поговорить. Я приехал за вами. Ты не уйдешь от разговора. Я не уеду без тебя и детей. Если ты не выйдешь ко мне, я тут все разнесу. Выходи по-хорошему, а то будет хуже». «Владимир Тимофеевич, вы же слышите. Андрей знает, что я нахожусь в вашем доме. Он не уедет. Я должна выйти», — сказала Анна. Владимир Тимофеевич отрицательно покачал головой. И тут Анна заметила, что он держит ружье. «Владимир Тимофеевич, вы же не хотите его...» — пробормотала Анна. Женщина не закончила. Уголки рта Владимира Тимофеевича дрогнули, а глаза немного прищурились. Анна понимала мужчину без слов. «Ох, а я уже испугалась. И я подумала, что вы...» Владимир Тимофеевич хмыкнул в ответ. Анна поняла, что все будет в порядке. Она согласием кивнула мужчине. Владимир Тимофеевич взял в руки ружье и вышел. Когда Андрей увидел пожилого мужчину, он громко рассмеялся. «Хорошее у тебя защитное чекание. Ты думаешь, что он меня остановит?» «У тебя ничего не получится», — обратился тот к Владимиру Тимофеевичу. «Лучше уходи с моего пути. Моя законная жена живет у тебя. Мы еще не в разводе. Я могу требовать, чтобы она поехала со мной. Ты не можешь меня остановить. Не нужно ее увидеть. Сейчас я войду в твой дом и заберу свою супругу. Даже если она будет упираться, я не отступлю». Андрей направился к калитке, открыл ее и тотчас услышал сильный грохот. В ужасе закрыл уши руками. Андрей испуганно посмотрел на Владимира Тимофеевича, который стоял напротив него с ружьем в руках. Старик выстрелил в воздух, а затем наставил ружье прямо на Андрея. Владимир Тимофеевич не шевелился и ждал, что будет делать муж Анны. Андрей не был глупцом. Он сразу же понял, что пожилой мужчина не шутит и не стал ждать следующего выстрела. Андрей поднял руки вверх. «Старик, я все понял. Я сейчас уйду, только опусти ружье, а то будет хуже». Однако Владимир Тимофеевич не послушал Андрея. Он все так же целился в супруга Анны. Андрей жал зубы и весь покраснел. Ну, что он мог сделать? Мужчина страшно злился. Он стал медленно отходить назад. Дуло ружья Владимира Тимофеевича, двигалась вместе с ним. «Все, я ухожу. На самом деле ухожу. Но ты будешь жалеть об этом. Я не потерплю такого отношения к себе. Тебе это не сойдет с рук». Затем Андрей развернулся и умчался прочь. Мужчина сел за руль и машина тут же скрылась из виду. Владимир Тимофеевич опустил ружье и еще некоторое время смотрел туда, куда уехал супруг Анны. Затем он вошел в дом. Женщина стояла возле окна. Мужчина спрятал ружье в комнате и через пару минут вернулся обратно. «Владимир Тимофеевич, что же мне делать?» – спросила Анна. Мужчина прищурился, посмотрел вверх и хмыкнул. Затем он внимательно посмотрел на Анну. Женщина вздохнула. «Я понимаю, мне необходимо жить дальше, работать в школе, заботиться о Кате и Ване и верить в лучшее». Владимир Тимофеевич согласием кивнул и ушел заниматься своими делами. Прошло 10 дней. Анна и дети находились в школе, а Владимир Тимофеевич колол дрова во дворе. Иногда он посматривал на улицу. Сегодня было особенно тихо, деревня оказалась вымершей. Закончив с дровами, мужчина решил почистить овощи к ужину. Он сел на табуретку во дворе, спиной калитки, и стал чистить картошку. Сосредоточенный на своем занятии, он не заметил, как сзади к нему подошел человек. Только когда что-то холодное коснулось его затылка, он встрепенулся. «Если ты хотя бы пошевелишься, то лишишься жизни», – услышал Владимир Тимофеевич смуской голос. Сначала он не мог разобрать, кто с ним говорит, потому что мужчина разговаривал очень тихо. Пожилой мужчина сидел неподвижно и ожидал, что произойдет дальше. Владимир Тимофеевич понял, что к его голове приставлен пистолет. Молодости любил ходить на охоту, поэтому у него был опыт в обращении с различными видами оружия. У него дома имелись и пистолет, и ружье. «Ты медленно повернешься ко мне, но смотри без глупостей». Владимир Тимофеевич осторожно положил нож на землю и неспеша повернулся к мужчине. Оказалось, что это был Андрей, Мушанна. Он вернулся, как и обещал. Когда старик повернулся к Андрею, тот приставил оружие к его лбу. «Ты что же думал, что я прощу то, что ты выгнал меня десять дней назад?» «Нет, не прощу. Ты не понимаешь? Молчишь, как рыба. Не умеешь разговаривать или у тебя проблемы с головой?» С насмешкой спросил Андрей. Владимир Тимофеевич смотрел на мужа Анны и не говорил ни слова. Его взгляд был спокоен. Андрей не понимал, почему этот пожилой мужчина так ведет себя. Он ожидал, что все будет иначе, и это вывело его из себя. Однако Андрей не собирался сдаваться. Им овладело бешенство, так как он снова столкнулся с тем, что у него не получается достичь желаемого. Анна не возвращалась к нему, и этот старик ему мешал. Все ушло не по плану, и Андрей это злило. Сегодня он хотел изменить ситуацию и был уверен, что у него это получится. Он отошел на шаг от Владимира Тимофеевича, подавая ему знак пистолета. «Поднимайся, пошли со мной, и даже не думай, что-то выкинуть. Если ты попытаешься сделать хоть один шаг в сторону, я буду стрелять, но не в воздух, понял?» Владимир Тимофеевич ответил ему кивком. «Мы с тобой сейчас пойдем и сядем в машину. Пистолет будет направлен в твою голову. Если ты будешь хорошо себя вести, с тобой ничего не произойдет. Мы поедем в одно место, но без глупостей, а то пожалеешь. Не хочешь же ты, чтобы жизнь Ани оказалась под угрозой, так?» Пожилой мужчина покачал головой. Андрей повел Владимира Тимофеевича к своей машине. Через пару минут старик сидел на переднем пассажирском сидении, а Андрей занял место за рулем. Пистолет все еще находился в его руке. Он направлял оружие на Владимира Тимофеевича. Другой рукой он взлег наручники из кармана куртки и бросил их на колени пожилому мужчине. «Надевай», приказал Андрей. Владимир Тимофеевич нахмурился, но безропотно подчинился, надев наручники. «Вот и хорошо. Когда будем на месте, я их расстегну. Веди себя хорошо». «Ничего не предпринимай, а не то я выстрелю. Понятно?» – предупредил старика Андрей. Владимир Тимофеевич кивнул в знак согласия. Потом он отвернулся, смотря на дорогу. Андрей внимательно наблюдал за ним, пытаясь разгадать его мысли. Затем он взял пистолет в левую руку, все так же направляя его на пожилого мужчину, и завел автомобиль. Их путь занял около 20 минут. Владимир Тимофеевич понимал, что Андрей везет его в сторону леса. Мужчина остановился возле леса, освободил старика от наручников и приказал выйти из машины, предупредив, чтобы тот не пытался бежать. Владимир Тимофеевич неспеша вышел из автомобиля, ощущая легкость в руках после избавления от наручников. Андрей следил за каждым его движением, держа пистолет в руке. «Иди вперед, я буду идти за тобой». Владимир Тимофеевич повиновался. Мужчины шли около 15 минут. Старик знал, что в лесу расположено болото. Он старался свернуть с пути. Однако у Владимира Тимофеевича возникло ощущение, будто Андрей тоже осведомлен об этом болоте, и он шел именно туда. «Вернись на дорогу, никуда не сворачивай», — говорил Андрей. И старик, подчиняясь ему, продолжал двигаться вперед. Скоро они пришли в местность, которая значительно отличалась от той, где начали свой путь. Ноги Владимира Тимофеевича начали проваливаться в мягкую землю. Мужчины подошли к болоту. Старик остановился, нахмурившись, так как понимал, что идти дальше рискованно. «Ты ведь всю жизнь здесь прожил и знаешь этот лес. Разве ты не сможешь двигаться вперед? Или, может быть, трусишь?» Стасмешкой сказал Андрей. Владимир Тимофеевич осторожно пошел вперед, внимательно осматривая землю под ногами. Андрей следовал за ним. Вскоре в глазах старика мелькнула тревога, и он снова замедлил шаг. «Ты почему останавливаешься? Не можешь даже выполнить простой приказ? Как ты мне надоел!» — рассердился Андрей. Владимир Тимофеевич повернулся и посмотрел на мужа Анны, стараясь передать взглядам опасность, которая их поджидала впереди. Но Андрей был настолько раздражен, что не заметил этого. Только Анна понимала старика без слов. Андрей взглянул на пожилого мужчину и произнес чуть слышно. «Как же ты достал меня, старик! Ты стоишь на моем пути! Это ты так влияешь на Аню, чтобы она не хотела возвращаться ко мне. Ты не знаешь, что я чувствую по отношению к ней. И я очень ее люблю, хоть она в это и не верит. Во всем, что происходит, сейчас я не виноват. Вы все думаете, что я чудовище?» «Надоели вы мне, и ты тоже надоел!» Владимир Тимофеевич шагнул навстречу Андрею и поднял в руку предупреждающим жесте. Для Андрея было неожиданностью, что старик пошел к нему. Он отступил и в этот момент потерял равновесие. Его рука разжалась, и оружие упало на землю. Андрей упал назад и в это же мгновение почувствовал, что его руки начинают погружаться в мутную лужу. Мужчина понял, что упал в болото. Андрей погружался в трясину все больше. Он пытался выбраться из болота, но его ноги и руки проваливались все глубже. «У меня ничего не получается, я не могу вытащить руки. Куда упал мой пистолет? Что происходит?» – орал Андрей, ища глазами твердую землю. Владимир Тимофеевич смотрел на мужа Анны, который пытался выбраться из трясины, не двигаясь. Старик знал, что это опасно. До Андрея наконец-то дошло, что чем больше он барахтается, тем больше увязает в болоте. Мужчина умоляюще посмотрел на Владимира Тимофеевича и сказал дрожащим голосом. «Помоги мне, старик, мне не получается самостоятельно выбраться. Ну, пожалуйста. Я очень тебя прошу». Однако Владимир Тимофеевич не бросился ему помогать. Он мгновение смотрел на Андрея, а затем, осторожно осматривая землю, пошел прочь. «Ты не можешь меня бросить. Ты же добрый человек. Ты защищаешь Аню. Разве ты позволишь мне утонуть? Аня тебя не простит, если узнает, что ты оставил меня умирать здесь. Я умоляю, помоги, не уходи. Прости, что я тебя привез в лес. Я вовсе не хотел тебя убивать. Я думал, что припугну тебя. Не бросай меня!» В ужасе кричал Андрей, но Владимир Тимофеевич уходил, не оборачиваясь назад. Через пару минут мужчина остался в одиночестве. Медленно погружался в болото. Когда старик ушел, Андрей стал лихорадочно думать, как ему спастись, но в голове ничего не приходило. Спустя 15 минут мужчина с ужасом понял, что он погибнет. Ни один человек не знал, что он пошел сюда, кроме старика. Но он не стал ему помогать, потому что Андрей угрожал ему. Мужчина понял, что конец близок, но принес столько неприятностей своим близким. Только сейчас Андрей осознал, как сильно он обидел Аню, которую на самом деле очень любил. Он был таким слабаком, что стал срывать на ней зло, а жена покорно терпела его жестокое поведение, а затем не выдержала и ушла от него. Андрей не смог с этим смириться. Мужчина как будто потерял рассудок. Им очень хотелось вернуть Аню. На самом деле он хотел попросить у нее прощения, но место этого почему-то начал угрожать. Если бы он мог вернуть все назад, он бы взял себя в руки, умолял бы жену простить его. Но ничего нельзя было изменить. Скоро он погибнет. Он больше никогда не увидит Аню и никогда не сможет ей рассказать, почему он так изменился. Андрей боялся разочаровать жену и заставлял ее страдать, и Аня страдала, но Андрею не становилось легче от этого. Через час мужчина осознал, что больше не погружается в трясину. Он наткнулся на что-то. У Андрея было такое ощущение, что он сел на что-то твердое. Мужчина погрузился в болото почти по шее. Его перестало затягивать в трясину, но он не был этому рад. Андрей понял, что его кончина будет еще более жуткой. Его голова будет находиться на поверхности болота, уже совсем скоро стемнеет. Придут звери и съедят его заживо. И это гораздо страшнее, чем просто утонуть в болоте. Андрею было жутко, но он понимал, что заслужил такую кончину. Мужчина в мыслях попросил у Ани прощения за все то, что он сделал по отношению к ней. Он прекрасно осознавал, что жена не простит его, потому что она не знает истинной причины его гадкого поведения. Ну что же, он заслуживает такой участи за предательство над своими близкими? Прошло еще около 20 минут, и Андрей отчетливо услышал какой-то хруст. Это сломалась ветка под весом какого-то существа. Мужчина ощутил дрожь всем телом. Он подумал, что к нему подбирается зверь, чтобы укусить его за голову, сожрать ее. Андрей понял, что его смерть близка. Он закрыл глаза и попытался расслабиться. Мужчина хотел встретить свою смерть достойно. Андрей все так же находился в болоте с закрытыми глазами, когда вновь услышал хруст, но уже гораздо ближе. Его сердце готово было выпрыгнуть из груди. Мужчина попытался глубоко дышать, чтобы успокоиться, но и это не получалось. Когда наконец он услышал хруст около себя, он сказал, «Хоть бы это произошло поскорее». «Поскорее? Но ты размечтался. Да я тебя буду тащить не меньше часа. Какой же ты дурак! И как она только вышла за тебя замуж, ведь у тебя мозги напрочь отсутствуют!» Услышал Андрей мужской голос. Мужчина вздохнул от неожиданности и открыл глаза. Он изумленно смотрел на Владимира Тимофеевича, которого некоторое время назад сам же и привел сюда, направив на него пистолет. Это был пожилой мужчина, которого Андрей считал немым. «Ты вернулся? Ты вернулся, старик!» – кричал мужчина. «Меня зовут Владимир Тимофеевич. Такого дурака, как ты, я в жизни не встречал. Тебя зовут Андрей?» «Мне так надоели такие люди, как ты. Я много лет молчал, не желал ни с кем общаться. И у меня это прекрасно получалось. Люди без слов меня понимали, и мне не нужно было вести бессмысленные беседы, спрашивать у них, как их дела. Меня все устраивало. И тут объявился ты. Ты еще тот молодец. Из-за тебя я даже заговорил. Даже не знаю, как это Анна за тебя замуж вышла. Но я уверен, что ты недостоин этой женщины. Но я вижу, как она страдает. Она хоть тебя и боится, но любит тебя. Ты потерял такую хорошую женщину. Уж не знаю, что там у тебя произошло, что ты ведешь себя так, как скотина. Ты что же подумал, что я могу оставить человека в беде и дам тебе умереть? Да ты еще больше дурак, чем я думал вначале. Я так долго не появлялся, чтобы ты поразмыслил над своими поступками. И чтобы в твоей голове все встало на свое место. Здесь действительно опасно. Но болото не глубокое. В этом месте практически невозможно утопнуть. Однако умереть можно, потому что самостоятельно выбраться из болота не получится. Если кто-то и ходит в эти места, то с другими людьми. Если что-то и произойдет, другой человек сможет помочь выбраться. Я ждал, когда ты погрузишься в болото достаточно глубоко. И вот теперь буду вытаскивать тебя, дурак ты этакий. Я не могу решать, кому жить на этом свете. Кому умирать? Сказал Владимир Тимофеевич. Андрей смирением смотрел на старика. Он думал, что это недалекий человек, но он оказался умнее многих. Андрей, ты понял, что я тебе сказал? Или ты снова будешь мне угрожать, когда я вытащу тебя? Признаюсь, я очень зол на тебя за то, что ты поджег дом, в котором жили Анна и дети. Они ведь могли погибнуть, — грозно сказал Владимир Тимофеевич. Андрей смотрел на веревку, которую старик держал в своих руках. Мужчина понимал, что Владимир Тимофеевич вернулся, чтобы вытащить его из болота. Андрей взглянул на пожилого мужчину. Я все осознал. Я на самом деле не хотел вам причинить вред. Мне просто хотелось вас напугать, чтобы вы не препятствовали нашей встрече с Аней. Я не поджигал дом. Я же не сумасшедший. Владимир Тимофеевич улыбнулся. Значит, не поджигал. Ну что же, поверю тебе. И все равно. Я считаю тебя дураком. Ты, Андрей, сам испортил отношения с Анной. Владимир Тимофеевич вытащил Андрея из трясины. На это ушло всего двадцать минут. Спасенный мужчина был вне себя от радости и не знал, как отблагодарить старика. Но Владимир Тимофеевич только махнул рукой. Ничего мне от тебя не нужно. Просто уезжай туда, откуда приехал. Садись в свою иномарку и проваливай. Я очень прошу вас, ничего не рассказывайте, Аня. Я хочу все исправить. С сегодняшнего дня все будет иначе. Только не рассказывайте жене о том, что я натворил. Аня и так считает меня чудовищем. Владимир Тимофеевич пошел домой в село, а Андрей подошел к своей машине, открыл багажник и достал кофту и трико, которые там лежали. Он переоделся в чистую одежду, а грязную одежду бросил в кусты. Андрей уселся за руль, некоторое время сидел неподвижно, а потом заплакал. Когда он успокоился, поехал в освоясье. Владимир Тимофеевич ни о чем не рассказывал Ане. Ему не хотелось ее напугать и расстроить. Он молчал, как и прежде. За много лет он заговорил только с Андреем, и дальше он не хотел ни с кем общаться. Закончилась осень, прошла снежная зима и пришла весна. Анна по-прежнему жила у Владимира Тимофеевича. Односельчане с этим смирились. Люди поняли, что Анна не была пожилому мужчине женой. Владимир Тимофеевич относился к ней по-отцовски. Даже сплетница Галина больше не болтала глупостей. Анна помогала Владимиру Тимофеевичу со скотиной и работала в школе, а ученик, который перевелся в другой класс, вскоре вернулся обратно. Его родители даже попросили прощения у учительницы за то, что думали о ней плохо. Анна ни на кого не сердилась. Женщина радовалась, что все было хорошо, и Андрей больше не приезжал к ней, но она на самом деле очень скучала по нему. Шло время, и все плохое понемногу стиралось из памяти. Анна осознала, что по-прежнему любит Андрея, однако возвращаться к нему опасалась. Да и какой был в этом смысл? Анна думала, что супруг никогда не простит, что Владимир Тимофеевич вышел к нему с оружием. А может, они уже и не муж, и жена? Может быть, их развели? Просто Анна не знает об этом. Но в начале весны произошло то, что расставило все по своим местам. По селу пошел слух, что участок, на котором раньше стоял сгоревший дом Анны, кто-то приобрел. Через пару недель появились рабочие, которые стали расчищать участок от остатков сгоревшего дома. Потом приехали строители и стали возводить дом. Жители села размышляли, кто же это купил участок, но никто не признавался в покупке. В конце весны выяснилось, кто же все-таки является хозяином участка. Это был Андрей, супруг Анны. Когда женщина увидела его, она очень испугалась. Но сразу было видно, что муж изменился. Андрей абсолютно по-иному смотрел на Аню. Он кивнул головой, приветствуя ее. Женщина ничего не ответила. Когда она узнала, что это Андрей приобрел участок, она растерялась. Мужчина приезжал каждый день и контролировал строительство. Он был одет в рабочую одежду. Андрей трудился вместе со строителями. Анна ни разу в жизни не видела своего супруга в таком виде. Она была изумлена. Спустя некоторое время Ваня и Катя начали общаться с папой. Они были счастливы. Дети говорили матери, что их отец очень изменился. Анна не верила этому. Ее памяти еще были свежи воспоминания о том, как супруг угрожал ей и заставлял вернуться домой. Владимир Тимофеевич видел Андрея, однако не реагировал на его появление в селе. Андрей всегда здоровался со стариком, когда встречал его. Со временем Владимир Тимофеевич стал кивать ему в ответ. Это дорогого стоило, и Андрей это ценил. Мужчина осознавал, что ему нельзя подходить к Ане. Он понимал, что делал ужасные вещи. Его поведение объяснялось тем, что он чуть не потерял бизнес. Его подставил компаньон. Андрей пытался добиться справедливости, но после случая на болоте осознал, что испортит не только свою жизнь, но и жизнь жены и детей. Мужчина продал свою часть бизнеса. На вырученные деньги он приобрел участок в селе и начал строить дом. Он решил обосноваться здесь, так как хотел вернуть Аню и детей. Андрей осознавал, что к Ане сейчас не стоит подходить. Он мог ее спугнуть. Пусть все идет своим чередом. Жена должна начать доверять ему, как и прежде, и тогда он попросит у нее прощения. Когда Андрей и Аня поженились, они мечтали жить в своем доме. Они часто представляли, каким он будет. В конце лета строительство дома почти закончилось. Андрей приступил к обустройству сада. Тогда Анна поняла, что все в этом саду посвящено ей. Она видела клумбу с цветами и вспоминала, как говорила Андрею, что мечтают о ней в их будущем доме. Дорожка к дому была выложена из красной плитки. Анна говорила мужу, что хочет такую дорожку, потому что она напоминает ей о детстве. Возле дома Андрей построил симпатичную беседку. Рядом появились подвесные качели с красной накидкой. Анна очень любила этот цвет. Женщина видела, как супруг смотрит на нее. Анна решила, что он таким образом хочет извиниться перед ней, но боится сделать шаг навстречу. Андрей давал ей право выбора. Она должна была самостоятельно решить, вступит ли она в его жизнь или же нет. Женщина понимала, что Андрей имеет в виду именно это и ждет ее решения. Анна наблюдала, как Андрей что-то сажает в саду и чуть не плакала. Что мне делать? Я хочу снова начать доверять тебе, но очень боюсь, ведь ты поджег мой дом, тихо сказала она. Вдруг Анна услышала незнакомый мужской голос. Андрей не устраивал пожар. Не бойся, тебе стоит попробовать, иначе ты не узнаешь, получится у вас что-то или нет. Но мне кажется, что он не так уж безнадежен. Мы все можем совершить ошибку, иногда очень грубую. Однако все можно простить близкому человеку. Никто не будет осуждать тебя. Я уже давно наблюдаю за Андреем и за тобой, и я вижу, что между вами проскакивают искры. Хорошенько подумай. Эти слова произнес Владимир Тимофеевич. Анна замерла от изумления. Оказывается, вы можете говорить? Почему же вы молчали? Спросила удивленная Анна. Да, Аня, я молчал много лет и не собирался больше разговаривать. Но твой супруг заставил меня говорить. Не хочу вдаваться в подробности, как это произошло. Я не сержусь на него. Я думаю, что Андрей пытается показать, что любит тебя, дочка. А по твоим глазам я вижу, что ты хочешь дать ему шанс, произнес Владимир Тимофеевич. У женщины навернулись слезы на глаза. Уголки ее рта задрожали. Она спросила. Вы на самом деле думаете, что у нас все может получиться? Владимир Тимофеевич со вздохом сказал. Конечно, без надежды жить нельзя. Спасибо вам за все, дорогой Владимир Тимофеевич. Я никогда не забуду ваши заботы. Вы стали для меня как отец. А ты стала мне как дочь, ответил пожилой мужчина. Анна и Андрей решили поговорить. Им потребовалось время, чтобы выслушать друг друга и простить. Анна, Ваня и Катя переехали в новый дом. Владимир Тимофеевич стал желанным гостем для семьи Андрея. Сначала мужчины вели себя друг с другом настороженно, однако вскоре даже подружились. Андрей часто приходил к Владимиру Тимофеевичу за советом по хозяйственным вопросам. Односельчане были шокированы новостью, что Владимир Тимофеевич может разговаривать. Некоторые люди думали, что мужчина заговорил совсем недавно, и к этому причастна та самая учительница, Анна Викторовна.